Классные руководители в Пензенской школе номер 78 накануне официального мероприятия в чатах мессенджеров потребовали от родителей учеников за свой счет срочно купить портреты президента Владимира Путина и местного губернатора Ивана Белозерцева. Об этом пишет местное издание со ссылкой на родителей. Школа перед этой комиссией, конференцией работников образования города 11 марта, наводила марафет. Подобного раньше не было. Денег в этой школе мы на такие дела не сдаем. Но для многих родителей, к примеру, Путин и Белозерцев не авторитет, сообщила изданию мать одного из учеников на условиях анонимности. Как отмечает издание со ссылкой на слова депутата Гордумы от КПРФ Андрея Жданникова, в декабре в школе было зафиксировано отравление 22 детей едой в столовой. По результатам проверки Роспотребнадзора, директор и поставщик еды были привлечены к административной ответственности. Такая ситуация также не понравилась родителям учеников. Они считают, что руководство школы вместо контроля за питанием навязывает политику. Почему вместо того, чтобы навести порядок в столовой, у нас портреты Путина вешают в классах? Или Путина повесили и дезинфекция произошла? Все микробы убились? Спрашивал депутат во время одной из сессий городского парламента. Также Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России разработает рекомендации против манипулирования детьми и подростками. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте телеканала Госдумы. Попытки использовать наших детей в грязных политических целях, подвергнуть их жизнь и здоровье опасности, не могут оставаться без реакции государства и общества, пояснил он. Депутат добавил, что рекомендации в первую очередь нужны, чтобы повысить воспитательную функцию школ и говорить с подростками на одном языке. По словам Пискарева, в распоряжении Комиссии есть конкретные примеры намеренных манипуляций несовершеннолетними, примеры он не привел, для вовлечения их в уличные протестные акции. При такой работе используются различные методики, сообщил депутат. В частности, ведется геймификация протеста. Подростков также шантажируют и спекулируют на патриотизме. Кроме того, Пискарев прокомментировал появление в российских школах советников-директоров по воспитанию. Их задача, по данным источников Кремля, в общении со школьниками на политические темы, в том числе по поводу митингов. Депутат говорит, что новые советники должны быть со школьниками в едином информационном поле и выстраивать с ними диалог. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказывал, что советники будут прививать детям уважение к старшим и семейные ценности. Он подчеркнул, что идеологическая работа не предполагается. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok